Слова сочувствия и соболезнования сегодня принимает семья Михаила Козловского. Он ушел из жизни, когда мог еще творить и творить. Сотни неоконченных дел, десятки несостоявшихся встреч и внук, которого он так и не успел взять на руки. Я благодарен судьбе и всевышленному за то, что он предоставил мне возможность родиться в этой семье, быть сыном своего отца, папа. Сотни людей, друзья, коллеги, с которыми фотограф трудился бок о бок долгие годы. Первые лица, что много лет были в его объективе. Сегодня они все пришли проститься с мастером. Его творческий путь от работы в газетах до личного фотографа первого президента республики Митимер Шаймеева. В объективе Михаила Козловского вся новейшая история Татарстана. И не только. Вот Борис Ельцин разбивает глиняный горшок на Сабантуи, а вот визит уже Владимира Путина. И каждое фото — это шедевр, где, кажется, до сих пор слышится смех и идут разговоры. Наверное, у многих здесь присутствующих половина семейного архива фотографий — это фотографии Михаила Банщича. Это портреты, которые составляют человеческий капитал нашей республики. Он был хороший мастер портрета. Мастер, которым коллеги безмерно восхищались и, бывало, завидовали по-белому. Кому еще удастся даже на официальных встречах президентов, министров и шейхов поймать и передать самые живые человечные эмоции. Остановить мгновение, в котором целая жизнь. Они никогда не были вот такими вот мундирно-официальными. И довольно часто в этих работах был элемент юмора, такой добрый улыб. Он не просто первый президент, Митим Шарип Шаймиев, это и огромная, колоссальная, масштабная личность, рядом с которой, Михаил Борисович, очень незаметно, не привлекая к себе внимания, прошел рядом сложнейший период в нашей истории. Это, наверное, уникальное свойство людей до цифровой эпохи, которые снимали на пленку, когда они точно знают, когда нажать на кнопку и не распыляются, ни пулеметом не строчат, делают один, но самый главный кадр. Заслуженный работник культуры Татарстана. Он снимал эпохальные события не только республики, но России и мира. Автор книг и фотоальбомов, самым глобальным из которых стал сборник на 700 страниц к юбилею Митимира Шаймиева. Его работы не раз выставлялись в Кремле. Два года назад три зала Казанского Эрмитажа заняли неопубликованные ранее фотографии на экспозиции другие официальные лица. Михаила Козловского похоронили сегодня на кладбище поселка Дербышки. Он останется не только в сердцах татарстанцев, но и в тысячах живых снимков, которые уже стали историей республики. Лидия Анатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова